Здарова всем, ребята, Кинтуха на проводе! Что же может быть самое страшное в игре Стэндов 2? Конечно же, это бан! Так вот, ребята, прямо сегодня мы зайдем на 3 забанных аккаунта по разным причинам. И поверьте вы мне, то, что вы найдете на этих аккаунтах и то, что вы сегодня увидите, вы просто будете в шоке от всей этой информации. Так что, ребята, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а прямо сейчас мы переходим на аккаунт номер 1. Ну что же, ребятки, добро пожаловать на аккаунт номер 1. Что же это такое и с чем его едят? Это аккаунт моего подписчика. Я скажу честно, я очень много времени потратил, чтобы найти все эти аккаунты. На первый взгляд, вроде бы как самый обычный аккаунт, как мы видим, последний раз играли на этом аккаунте 17 августа. Но есть одно небольшое но. То, что этот аккаунт забанили, внимание, за Киперпул! Ха-ха-ха! Ну а теперь давайте я вам все это продемонстрирую. А этот банн работает крайне просто. Смотрите, как все это происходит. Я пишу ПРЫ всем. Я пишу ПРЫ всем. И знаете что? Мне никто не ответит. Потому что я могу отправлять сообщения, но мои сообщения абсолютно никто не видит. Потому что у меня банн за Кипербул. И естественно, мне никто не отвечает. Давайте я напишу даже КОМУНОЖ ПЛЮС В ЧАТ. И, конечно же, ребята, ответа на это сообщение тоже не будет. Но мы увидимся сами. Камон! Я говорю, КОМУНОЖ ПЛЮС ЧАТ! Три человека видят. Никто ничего не ставит. Потому что, ребята, к сожалению, этот аккаунт забанили за плохие слова. Ну а теперь давайте мы перейдем на самое интересное. Это инвентарь. Что же интересно мы сможем найти там? ИНВЕНТАРЬ! Оу, май! Вот примерно вот так вот выглядит инвентарь того человека, который любит обзываться в чате. Давайте посмотрим. Блин, ну если честно, инвентарь вроде бы как не самый дорогой. Но тем не менее, представьте, как было бы обидно, если бы этот аккаунт забанили... Ну, не дали мюд в чате, а забанили бы навсегда за Кипербул. Представьте, как это было бы обидно потерять этот аккаунт. Обалдеть! Теперь давайте считать, сколько же всё это стоит. Перчатки полтора косаря. Нож Блэк Видо полтора косаря. Пэднилса Самурай. Файм Сэн Ином и Акэрта Кинг. Это ещё плюс косарь. Итого, четыре косаря. Дальше М4-1 паладин. Ещё плюс полтора косаря. Это уже пять с половиной. Дальше вот эти все скинчики, они вроде бы как не супердорогие, но это ещё где-то плюс полтора косаря. А, стоп, тут есть АВМ Спорт. Ладно, Базара, плюс три косаря. Итого, ребята, суммарно у нас получается с всеми этими рарками уже где-то восемь тысяч стоят данный аккаунт. Давайте пролистаем самый низ, что же интересненько мы тут найдём. Обратите внимание, я вижу медаль, ну, граффити ветерана. Это очень старый аккаунт. Какой тут ID? Я даже не обратил внимания. 11.17 этому аккаунту уже полтора года. Кстати, обратите внимание на его звание. Звание, братва, бронза. Вот кто получает мюд за Киберпул. Вот они, бронзы, бронзы. Потому что голды элиты в чате обзываются гораздо реже. Ну, извините меня, это реально факт. Ну, вот такой вот аккаунт, ребята, с марта стоил восемь косарей. Но прямо сейчас мы переходим на забаненный аккаунт номер два. Он будет куда уж интереснее. Погнали! Ну, а это, ребятки, наш аккаунт номер два. За что же этот аккаунт получил бан? Вам с ним интересно? И я вам скажу даже больше. Тут очень интересная причина бана. Все внимательно-внимательно смотрим. То есть тут две тысячи часов. ID на четвёрку. Это нереально старый аккаунт. И то, что находится в инвентаре этого аккаунта... Это просто жестяк, поверьте вы мне. Обалдеть! Наверное, очень обидно получить бан. Какой же бан на этом аккаунте? Я вам показывать не буду. Я вам сейчас всё это продемонстрирую. Когда вы заходите на рынок, у вас появляется вот такая вот плашка. Операции на рынке заблокированы! Заблокированы! То есть ты ничего сделать не можешь. То есть если я захочу купить, операции на рынке заблокированы. То есть ты с этим аккаунтом абсолютно ничего сделать не можешь. Потому что на этом аккаунте трейд бан. За что же чаще всего даётся трейд бан? Чаще всего он даётся за продажу голдишки. Поэтому если ты продаёшь голдишку даже своему другу, будь осторожен. И лучше про это никому не говори. А лучше вообще это не делать. Вообще не делать! Это запрещено! ОСУЖДАЮ! Ха, а то я знаю, что разработчики смотрят мои видео. Я уже не забыл. Осуждаем, конечно же, очень сильно. И, по всей видимости, этот аккаунт нарушил эти правила. Возможно, продал кому-то голдишки. И получил трейд бан. Вот у него очень активный аккаунт был. Посмотрите, крутые звания. Гол 4, гол 4. Типа, ну, реально активный, хороший аккаунт. Ну, а теперь мы переходим в клан. Клан называется Акронис Кват. Что же это за клан-то такой? Это, ребята, ну, я не знаю. Клан по всей видимости каких-то трейдеров. Потому что это аккаунт бывшего трейдера. Почему бывшего? Пошел, получил трейд бан навсегда. Ну, что, переходим в инвентарь. 1, 2, 3, поехали! Обалдеть! Вы посмотрите на всю эту красоту, ребятки. Давайте я вам еще раз покажу. Вот просто 29, 1, 2, 3. Вот выставляю на продажу. Операции заблокированы. А давайте я сделаю вот так. Просто небольшой эксперимент, ребята. Юспи Кинейз за 0,03. Хух! Я на секунду подумал, что сейчас продам. Так, ну что, давайте смотреть, что это за аккаунт, сколько он стоит. Керампит не было. 3,5 косаря. Юспи Кинейз 27. Ну, суммарно 30-ка. 30к. Дальше АВМ Генезис. Обалдеть! Какие наклейки! Это просто имба! Ну, это минимум, ну, плюс 7к. Ну, плюс 7к. Это минимум, потому что наклейки очень дорогие. М4 Самураи. Дезерт Игл Винатор. А, Кэр Дрэгон! Блин, эти наклейки очень дорогие. И вот эта третья наклейка, я забыл, как она называется. Кажись, как-то Познан или как-то так. Но она стоит 1100 голдишки. Как-то зона 9, кажись, да? Вот она очень дорогая. Ну, давайте сейчас я посчитаю, сколько стоит вот это все, что мы видим на экране. И скажу вам итоговую стоимость прямо сейчас. Итого, ребятки. Все, что мы видим на этом аккаунте, стоит 77 костарей. Ну, на данный момент. Дальше будет интереснее. 77 костарей. Так, окей. Листаем дальше, листаем дальше. У нас есть АКР Карбон. С тремя этими дорогими наклейками. Еще радиейты, хит. Блин, этот АКР Карбон только стоит 23к. Я думаю, это самый минимум. Ну, это самый минимум. Давайте смарно уже 100к. То есть данный аккаунт уже стоит 100к. Теперь давайте посмотрим, что еще есть интересненько. Есть АКР нано с самурайчиками. Какая же это имба. Вот это аккаунт. Просто обратите внимание, как же много тут крутых наклеек. Ну, даже АКР Ворм. АКР Ворм. Это, блин, АКР Ворма, это анкомонка. И тут, посмотрите, как много наклеек. Так, ребят, ну, давайте сейчас все это посчитаем. Сколько все это стоит. Вот прям сейчас все, что вы видите на экране. Вот, вот так вот. И я вам скажу итоговую стоимость через одну секунду для вас. А для меня это минут 5, пока я все посчитаю. Итого, ребятки, плюс 68 косарей. Итого, данный аккаунт стоит 168 косарей на данный момент. Посмотрите, как много всяких шелдов, наклеек, всего этого. А мне это интересно. А могу ли я просто снять брелок? О, брелок снимается. Это имба, брелок можно снять. Посмотрите, сколько на этом аккаунте еще. Тут еще есть наклейки. На этом аккаунте еще есть наклейки. Это имба. Обалдеть. Так, ребята, а сколько эти наклейки стоят? По 17 косарей. И просто представьте, эту голька, да нельзя все это продать. Просто представьте, как же это обидно. Ход в интерпати. По 300 голдишки, а тут их очень-очень много. Давайте посчитаем, сколько этих наклеек. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ну, короче, 57 штук. 57 штук. Умножаем на 300. Получается 17 косарей. Плюс 3 вот эти наклейки, каждая из которых стоит по 16к. Итого, ребята. Вот эти все наклейки, учитывая то, что было сверху, стоят 233 тысячи. Ничего себе, сказал я себе. Феникс Блейзер. Блин, это вообще хор, дорогие наклейки. Ну, это еще плюс 32 тысячи. Просто представьте, эту боль, когда ты ничего не можешь с этим сделать. А это просто ради интереса. А можно ли так наклейки приклеивать? Мне реально очень сильно интересно, можно ли приклеивать наклейки или нет. Давайте попробуем приклеить. А ну-ка, а ну-ка. А, наклейки можно приклеивать. Просто я думал, мало ли, на забаненном аккаунте нельзя приклеивать наклейки. Так, окей, смотрим дальше. Вроде бы как все. Итого, ребята. Этот забанен аккаунт. Плюс голдишка, которая есть уже на аккаунте. Мы же ее тоже не считали. Стоит суммарно 270 тысяч голдишки. Мои уважаемые друзья, в моем совет. Никогда не продавайте голдишку. Даже не продавайте вашим друзьям. Потому что иначе вас рано или поздно забанят. Ну, а мы, ребята, прямо сейчас приходим на наш самый главный аккаунт. Братва, братва, братва. А вы знаете, где надо лутать голдишку, чтобы вас не забанили? Конечно же, наоблдрапчики. Тем более, там вышло новое обновление. Братва, там добавили новую коллекцию кастиков. Добавили хомяка, которую можете тапать. Добавили энергию за то, что будете бить мегалодона. Ну, хотя, это и так было. Но, тем не менее, братва. Продолжаем дальше его дубасить и получать топовые скины. И, конечно же, от меня вам три подарка. Первый на сундучок. Второй на энергию. И третий на дополнительный процентик. Все, как обычно. Все нужны линки снизу. Погнали. Ну, а прямо сейчас, ребятки, я зашел на наш самый основной аккаунт. Вот поверьте вы мне. Ваша челюха просто вылетит из чата. Потому что то, что вы увидите на этом аккаунте, это боль. Это боль. На это нельзя смотреть без слез. Просто представляю, если это был бы мой аккаунт. Я не знаю, что я сделал бы. Я бы это просто не пережил бы, если бы такой аккаунт забанили. Ну что ж, давайте вначале посмотрим стату. Две с половиной тысячи часов. Очень даже неплохо. История матчей. То есть мы видим, что этот аккаунт довольно-таки активный. Потому что буквально 10 дней назад играли тут в ММ. Так, смотрим дальше. Все по дефолтику. О, ничего себе. Посмотрите. Посмотрите, как играл этот игрок. В пятом сезоне он был таким нубиком. В шестом сезоне уже такой уверенный дядя. Но в седьмом сезоне просто выносят челюхи. Но в восьмом, братва, будет по-любому легендой. Так, переходим в клан. Клан, клан, клан. Клан называется Хулузской. Ну, короче, это клан трейдер. Просто не буду вас грузить. Это клан трейдеров. За что же забанили этот аккаунт, ребята? Та же самая история, что и со всеми трейдерами. Это трейдбанк. Потому что когда мы зайдем, ребята, на рынок, к сожалению, у нас вот такая вот ошибка. А, стоп. Не, подождите. Подождите. Не, реально, смотри. Вот нажимаю купить. Все. Операции на рынке заблокированы. Ребята, поверьте вы мне, на это больно смотреть. Потому что прямо сейчас мы перейдем в инвентарь. Три, два, один. Дзынь. О-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Оу-май. Ребята, вот это инвентарь. Давайте так. Я не буду вам называть цены. Я просто буду показывать скины. Потому что если я буду называть цены на каждый скин, это видео затянется на полтора часа. Просто посмотрите на все эти скины, на все эти наклейки, на весь этот инвентарь. Как же это дорого. Да, и пока мы все это рассматриваем, за что же забанили этот аккаунт. Вы можете подумать, продажа голдишки, но нет. Я общался с владельцем этого аккаунта. И он говорил, что, к сожалению, его заблокировали ошибочно. Поэтому разработчики, боже, разбаньте его, ты иди, нормально, эти пуля. Поэтому, ребята, просто представьте, если бы вас так забанили ошибочно. Ну, это было бы полной фиаско. Просто посмотрите, сколько все это стоит. Обалдеть. Так, давайте, окей. Как я говорил, я вам буду просто говорить итоговую стоимость от всего, что вы видите на экране. Вот это вот все, что вы видите на экране. Итого, ребята, все, что вы видите на экране, стоит 70к. Потому что вот эти вот цены-клещи, каждая здесь стоит по 5-6к. А тут они есть абсолютно на каждом скине. Посмотрите на Фомас Фьюри. Ох, ребята, так и хочется перекинуть этот Фомас Фьюри себе на аккаунт. Но, к сожалению, тут трейд бан. Так, идемте дальше. Страничка номер 2. МП-7 Близзард. Обалдеть. Ну, вот это, вот только вот это МП-7 Близзард, это плюс 20-ка. Так, смотрим дальше. Дальше, дальше. М-60 меча. Ну, я как будто, ребята, к этим галичам уже привык. Вот как будто крутые наклейки, но я как будто к ним привык. Потому что они тут есть как будто на каждом, просто на каждом скине. Слушайте, у меня прямо сейчас в Дискорде сидит владелец этого аккаунта. Брат, подожди, это же наклейка глич, правильно? Вот это. Алло. Какой еще глич? Ого, называется. Не глич? Зенчип называется. А, зенчип, зенчип. Брата, васторян. Брат, расскажи мне. Ну, или тик-так гриб можешь еще так. А почему у тебя весь инвентарь в этом зенчипе? Почему? Просто. К сожалению, я играю часто в эту игру, и мне понравилось это. Ну, у тебя весь инвентарь в зенчипе. Я еще вниз на листал. Смотрите, брат, тоже. Вот такой небольшой спойлер. Тоже все в зенчипе. Обалдеть. Ладно, все, братик. Все, сказал. Теперь можно заметиться. Сейчас будем считать, сколько стоит все твое добро. Так, ребята, вот все, что вы видите. Тут еще есть 5-7 poison. Обалдеть. Тут есть еще АКР-некромансер. Чего? Радеет хит наклейка. И три дрэгона. Это очень дорогой аккаунт. Так, ну что же. Достаем калькулятор. Все, что вы видите прямо сейчас на экране, это, ребята, плюс 75 косарей. Итого данный аккаунт уже стоит 165 косарей. Идемте дальше. Идемте дальше. Это только начало. И просто представьте, как же на это больно смотреть, когда я понимаю, что этот аккаунт забанен. Разрабы, будьте мы людьми. Дальше. Я вижу тут кучу наклеек на каждом скине. Просто каждый скин с наклейками. B350 Blizzard Star Trek. Обалдеть. АВМЕР четырьмя хулин наклейками. Это просто хэштег имбирь. Вот это хэштег непоганенько. Так, ну что же. Все, что мы видим прямо сейчас на экране. Вот все-все-все эти скины. Это, ребята, плюс 28 косарей голдишки. Итого данный аккаунт уже стоит по 200к. По 200к. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. Что же еще интереснее есть? Так, ребята, я вижу кучу АКР-спортов. Блин, брат, я не понял. Сколько, кстати, наклейки? По-моему, если я не ошибаюсь, 1015 лды. Одна наклейка. Одна? Да, ты в начале там про скин АКР-дран с четырьмя нивами. Он только один стоит 50 тысяч. А, серьезно? Да, одна наклейка 30 тысяч. Вот этот? Да. Братва, плюс 50к. Итого, ребята, 250к. Все, 250к, братик, твой аккаунт стоит прямо сейчас. Все понял? Понял? Смотрим, ребят. Внимательней смотрим. Так, ребят. Вот это все, что мы видим. Учитывая вот этот дорогущий АКР-спорт. Вот этот дорогущий USB-стон колд-статрек. Сам по себе USB стоит 4к. А тут еще вот эти наклейки. Вот это все, ребята, стоит плюс 98 косарей. Итого, данный аккаунт уже стоит 348 тысяч. Но это только начало, блин, я не могу. Тут куча даже рарок, рарки с наклейками аркадными. Какой же это дорогой аккаунт? Ох, ребята. Вы даже не представляете, как же я много времени потратил, чтобы все это пересчитать. Так, ну что же, давайте все эти рарки. Ну, давайте примерно, ребята, плюс 22к. Примерно все эти рарки, потому что там были дорогие наклейки, плюс 22к. Дальше у нас пошли стикеры. Вот тут, ребята, полный разнос. Потому что, как вы можете посмотреть, стикеров тут реально очень много. Очень много, прям очень много, блин. Я даже возьму ползунок справа и буду так листать вниз. Дальше пошли стикеры Crimson School. По 40 голдишки каждый стоит. Ничего себе. Ой, ребята, я даже не представляю, сколько времени потрачу, чтобы все это пересчитать. Обалдеть. И это все на забаненном аккаунте. То есть вы вот со всеми этими наклейками ничего сделать не сможете. Так, ну что же, я погнал считать. Для меня это будет целая вечность. Для вас будет одна секунда. Ты там в начале, конечно, прибеднил. Там лот ТХ 6 тысяч, там 3 ТХ-шки. АКР Мираж 12 тысяч по лоту. Там на первом слайде, на самом верхнем, там где 4 ряда видно. Там только где-то 200 тысяч желтых. Ну ладно, хорошо. Считай, как знаешь. Ладно, братва. Получается, надо добавить плюс 130к. По факту. Ну зачем я неправильно посчитал? Братва, короче, мы только что сидели, считали все эти скины. Короче, я не досчитал 130к. То есть, итого, этот аккаунт сейчас стоит 500к. Плюс цена наклеек. Я уже их посчитал. Это плюс 93 тысячи. Итого, данный аккаунт стоит 593 косаря. Дальше, пошли граффити. Это все пыль, 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 пыль. Мы листаем самый, 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 самый низ. И за все эти граффити, ну давайте примерно плюс 7к. Ох, ребята, я потратил просто миллиард часов, чтобы пересчитать весь этот аккаунт. Итого, данный аккаунт стоит 600 тысяч голдишки. Ну а прямо сейчас мы посмотрим историю покупок. Потому что это самое интересное на этом аккаунте. Как вам цена скина 3 голдишки? За 3 голдишки я тоже хочу где брать? Где такое брать? О, боже. 60 голдишки. Боряд, нормально, скин, который стоит 15к за 60 голдишки купили. Я бы тоже прикупил бы. Дальше. Ак-РТХ за 1 голдишку нормально, нормально. Чиназис. Дальше. АВМ Енезис за 7 костарей. Ну вот как будто 7 костарей он и стоит. Так. Что еще есть интересное на этом аккаунте? Давайте посмотрим, что же тут покупалось такое-то эксклюзивное. За 4 костаря купился АК-РТХ с 4 кингами. Ну как будто дефолтная цена. Вверху, вверху, вверху. Ты пролистал. А, а, братва, показывай, показывай, показывай. 3. 3 100 км за 70 голдишки. Как ты это сделал, братан? Размються, скажи всем подписчикам. Как? Да я просто у знакомого на каточку взял. Ха-ха. И не вернул. Обалдеть. Как видишь, на аккаунте у меня его нету, поэтому вернул. Вернул? Обалдеть. За 80 голдишки, ребята. А, какие 80? За 20 голдишки. Ничего себе. Вот так вот живут богатые трейдеры. Какие-то странные у них всякие там сделки и истории. А потом, оп, и забанен аккаунт. Вот так вот бывает. Поэтому, ребятки, лучшие дорогие скины не перекидывайте с аккаунта на аккаунт. Ну что же, мои уважаемые подписчики. Я думаю, на этой хорошей, замечательной ноте мы продадим АК-РТХ с 2. Брат, можно продать прямо сейчас? Ну давай, давай, если получится, продавай. И что, скирок разбанили. Короче, братва, будем надеяться, что этого трейдера разбанят. Поэтому хэштег разбан. И вообще, чтобы всех разбанили. Ребята, они все нормальные пацаны. Уже они мне аккаунт дали. Ну что же, мы уважаемые подписчики. Перествием на этом все. Обязательно прожмите лайкусик. Подпишитесь на мой канал. И напишите любой хороший комментарий. И самое главное. Братва, кто хочет получить 5 кастерилдишки бесплатно, прямо сейчас переходи и подписывайся ко мне в ТГ. Потому что у тебя будет такая уникальная возможность. С вами был ваш Кентуга. Всем удачи. Всем пока-пока.